Доброго утра всем, кто встречает этот день с нами. Этим утром для вас утренний кофе ведут Ольга Яковенко и Дмитрий Доброхотов. И спешу напомнить, сегодня последний день этой трудовой недели. Знаешь, я думаю, пятница это необычный день, ведь впереди выходные, и он пролетает всегда как-то легко и быстро. И я уже сейчас, кстати, думаю, как буду проводить выходные. Ну, об этом мы поговорим немного позже. А сейчас предлагаю телезрителям приготовить себе чай или кофе и устроиться поудобнее, потому что мы начинаем. Ах, как жаль, что праздники всегда проходят так быстро. Смех, песни, улыбки. Застолье. Дима, ты как всегда о еде. Ну, можно что-нибудь паромантичнее придумать? Паромантичнее еды может быть только еда. И вообще, ты время видела? Да, видела. А что? Как что? Время завтрака? А точнее, легкого завтрака в утреннем кофе. Доброе утро. Это легкий завтрак на Первом Приднестровском. И сегодня мы пожарим с вами самые вкусные в мире блины. Для этого мне понадобится какао, мука, яйцо. Для начинки мне понадобится курага, изюм, яблоко. Примерно стакан муки. Три яйца. Щепотку соли и немного сахара. Чуть-чуть молока для того, чтобы тесто вымешалось. Вот это та консистенция, которая нам нужна. Так, теперь я добавлю туда немного растопленного шоколада. И совсем чуть-чуть какао. Для того, чтобы тесто было ароматное, я добавлю туда где-то две капли ванильного экстракта. Теперь в тесто я вылью растопленное сливочное масло. Приступим к жарению наших блинов. Итак, блины мы уже поджарили. Теперь нужно сделать очень вкусную для них начинку. Для этого мне понадобится немного кураги, изюма и одно яблоко. Яблоко я очищу от кожуры и нарежу его мелким кубиком. Так, нарезанные яблоки я буду заворачивать в блины. И аккуратно укладывать их на противень. Много не надо, достаточно так. В эти блины можно заворачивать не только яблоко. Я заверну туда и курагу, и изюм. Вы можете использовать любую начинку. И творог, можно и с маками делать. Различные начинки, которые только вы можете придумать. После того, как вы завернете туда начинку, минут 15 подержите их в духовке. Вот такие кулинарные шедевры вы можете сделать у себя дома из самых обычных продуктов. Будьте здоровы! За такой чудесный завтрак обязательно нужно сказать спасибо. Что-то ты раньше за рецепты не говорила спасибо. Дим, потому что сегодня особенный день. Всемирный день спасибо. Именно 11 января это всемирный день спасибо. А вот откуда он берет свое начало и откуда пошло само это слово, мы узнаем из нашего следующего сюжета. 11 января это день, в который принято быть вежливым и почаще вспоминать хорошие манеры. Почему, спросите вы? Конечно, для простого обывателя 11 января это обычный день. Однако в этот день празднуется один из международных праздников, который называется Всемирный день спасибо. В нашем обиходе слово спасибо присутствует ежедневно. Его говорят каждый день люди разного возраста, пола, национальности, вероисповедания и даже воспитания. А ведь немногие знают, что выражение благодарности в виде слова спасибо произошло в русском языке много веков назад. Изначально современное спасибо подразумевало под собой сокращенный вариант выражения «спаси Бог». В это выражение наши предки вкладывали нечто большее, чем просто быть кому-то за что-то признательным. Оно выражало чувство благодарности к жизни. Впоследствии это словосочетание было сокращено и появилось всем знакомое спасибо, которое теперь возглавляет список слов в правилах хорошего тона. Наши бабушки учили наших мам, наши матери учили нас, а мы в свою очередь научим своих детей тому, что спасибо и пожалуйста – это главные слова, которыми человек выражает свою благодарность, вежливость и хорошее воспитание. Но неужели так важно говорить спасибо? На сегодняшний день люди настолько погружены в свои заботы, проблемы и повседневную суету, что попросту иногда забывают говорить друг другу такие слова, как «добрый день», «спасибо», «пожалуйста» и многие другие. Проснувшись 11 января, вспомните о том, что доброта спасет мир. Улыбайтесь и дарите слова благодарности любимым, родственникам, друзьям и окружающим вас людям. А самое главное – дарите в этот день и остальные дни в году свое спасибо. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Спасибо родителям за то, что они подарили мне эту жизнь. Спасибо за эту хорошую, красивую снежную зиму, за то, что она в удовольствии, за то, что по улицам можно спокойно ходить, не опасаясь за свое здоровье. Спасибо передаю Юлии Валерьевне за то, что она нас так хорошо учит по истории. Спасибо своей супруге за то, что подарила мне красавец дочерей. Спасибо, Дед Мороз, за Новый год. Наши телезрители тоже могут сказать спасибо своим близким и знакомым, причем сделать это прямо сейчас в прямом эфире. Да так, что это увидит вся страна. Для этого стоит отправить свое сообщение на короткий номер 123, и оно обязательно попадет в наш смс-чат утреннего кофе. Хочу также сказать спасибо астрологу, который составлял гороскоп на сегодняшний день. И если верить ему и звездам, это будет чудесный день, полный прекрасных неожиданностей. А что звезды пророчат на сегодня каждому знаку зодиака, мы узнаем буквально через мгновение в нашем ежедневном гороскопе. Сегодня овны будут пребывать в невероятно энергичном и практичном настроении. Возрастает тяга ко всему яркому, оригинальному и экстравагантному. Именно этим объясняются многие незапланированные покупки и напрасные траты. Тельцам сегодня будет трудно заниматься привычными делами. Душа настойчиво просит чего-то нового, необычного и интересного. Нежелательно в этот день принимать решение о смене работы, переезде, переменах в личной жизни. Близнецы сегодня справляются не только с собственными проблемами, но и помогают окружающим. День оказывается довольно напряженным и утомительным. Старайтесь время от времени делать перерывы в общественно полезной деятельности. Сегодня раки в большей степени, чем обычно, склонны интересоваться искусством. Посещение музея, театра или концертного зала вас наверняка порадует. Позитивные эмоции дарят общение с людьми творческого склада. Можно завязать интересные знакомства. Возможно, необычные, но очень удачные покупки. У львов сегодня день, когда окружающие рассчитывают на вас, и вам это очень приятно. В какой-то момент может показаться, что от вашего решения зависит, если не судьба мира, то нечто столь же очень важное. Очень острая интуиция сегодня у дев. Благодаря ей вы отлично понимаете окружающих. А вот разобраться с собственными желаниями, планами и приоритетами удается не сразу. И немалую часть дня вы проведете в сомнениях и метаниях. Очень благоприятный день для общения, налаживания деловых и личных отношений, поиска общего языка с деловыми партнерами и близкими людьми сегодня у весов. Вы очень привлекательны и не можете пожаловаться на недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола. Скорпионы сегодня энергичны и решительны. Это помогает вам справиться с решением самых разных задач. Недоброжелатели уходят с вашего пути, понимая, что стоять на нем просто опасно. Нужно отметить, что сегодня вы предпочитаете не действовать самостоятельно, а привлекать добровольных помощников. И такая тактика оказывается очень эффективной. Сегодня стрельцам нежелательно сотрудничать с людьми, в которых вы не уверены до конца. Полагайтесь на самого себя и будьте осторожны. Значительную часть дня козерогам придется посвятить делу полезному, но не слишком приятному и интересному. Вынужденные заниматься тем, к чему совсем не лежит душа, представители знака становятся раздражительными, чрезвычайно остро реагируют на критические замечания. Постарайтесь переключиться на что-то более увлекательное. Жизнь сразу заиграет новыми красками. У водолеев сегодня многое оказывается проще, чем можно было подумать. Правильные решения лежат на поверхности, поэтому не стоит долго ломать голову. Не стесняйтесь обращаться к чужому опыту, это поможет вам избежать собственных ошибок. Рыбы сегодня сталкиваются с неожиданными трудностями, но это не повергает вас в растерянность. Напротив, чем сложнее задачи, стоящие перед рыбами, тем с большим энтузиазмом представители знака берутся за их решение. Да, я бы тоже хотел себе такое домашнее животное, как медведь. Выходишь во двор, все с кошками, собаками, а ты с медведем. Представляю себе, как бы все удивились. Но перед тем, как заводить любое домашнее животное, не говоря уже о медведе, надо узнать все особенности. Мне кажется, достаточно того, что ты знаешь, сколько раз в день нужно его кормить, и сколько раз в день нужно его выгуливать. Нет, я тебя разочарую. Надо знать, как за животным ухаживать, чем его кормить, какие специфические особенности у него. И тем более, есть животные, про которых люди вообще мало что знают. Вот про такие не особо известные факты о животных и будет наш следующий сюжет. Животные не только радуют глаз. Они могут стать другом или даже лекарем. Некоторых из них мы приручаем и считаем членами семьи. Другими же просто любуемся. Но даже от тех, кого мы приручаем, знаем немного. Скорее то, что видно невооруженным взглядом. Но ведь у них есть и свои тайны. Итак, несколько фактов. Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди. Странно, как они за эти годы не создали свою цивилизацию. Пушистики и не очень, мурчащие и весьма ласковые. Кошки. Их даже почитали в Египте, устанавливая памятники, считая священным животным. Сегодня они греют нам не только душу, но почему-то именно кошка – единственное домашнее животное, которое не упоминается в Библии. Гепард – очень красивое животное с сильным характером. О такой кошке многие мечтают как о домашней. Но, увы и ах, это очень опасно, так как гепард – единственный представитель семейства кошачьих, который не может прятать когти. И даже ласкаясь, случайно может нанести серьезную травму. Кстати, знаете ли вы самый простой способ, как отличить звери-вегетарианца от хищника? У хищников глаза расположены на передней части морды, чтобы видеть жертву, а у вегетарианцев по обе стороны головы, чтобы видеть врага. Обезьяны. Многие говорят, что это наши дальние предки и что мы очень схожи даже внешне. А вот еще один факт – лысеют они так же, как многие мужчины. А шимпанзе – вообще единственное животное, которое может узнавать себя в зеркале. Еще один интересный факт – в теле гусеницы больше мышц, чем в теле человека. Вот такие факты сегодня. А чем еще примечательны животные, вы узнаете на следующей неделе в рубрике «Интересные факты». Очень интересный сюжет. Я много узнала новую. Но скажу вам, не только про животных есть малоизвестные факты. Вот что, к примеру, ты знаешь про Шарль Перо? Я знаю, что Шарль Перо родился 12 января, и завтра ему бы исполнилось 385 лет. И, конечно же, то, что он написал такие замечательные сказки, как «Красная шапочка», «Золушка», «Спящая красавица». Да ты что, я зачитывался ими в детстве. А какие великолепные мультики были сняты по ним. Но, кстати, те версии сказок, которые мы знаем на сегодняшний день, несколько расходятся с оригиналами. И в чем же отличие этих версий сказок от оригиналов в сюжете Ирины Гуски? Завтра, 12 января, день рождения знаменитого французского писателя Шарля Перо. Родился он в 1628 году. Перо известен большинству людей как сказочник. Между тем, он был поэтом своего времени, академиком, автором знаменитых научных трудов. Однако всемирную известность и память потомков принесли ему именно такие замечательные сказки, как «Красная шапочка», «Золушка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах». Литературная деятельность Шарля пришлась на то время, когда в высшем свете появилась мода на сказки. В основе сказочных историй Перо лежали известные фольклорные сюжеты, которые он изложил с присущим ему талантом и юмором. И не стоит забывать, эти сюжеты были взяты из народа не только почтенным французам Шарлем, но и не менее знаменитыми немецкими филологами братьями Гримм, из-за чего порой возникает путаница среди сказок. Так, например, сказка «Спящая красавица» есть и у Перо, и у Гримм. В версии братьев после злополучного укола принцессы Аверетино засыпают все жители королевства, в то время как у Перо король и королева, как и положено ответственным царствующим особам, продолжают бодрствовать. Хотя до пробуждения дочери, естественно, не доживают. Кстати, мало кто помнит, что принцу Перо отнюдь не бросился целоваться. Обнаружив принцессу, он приблизился к ней с трепетом и восхищением и опустился возле нее на колени. Да и после пробуждения наша героиня и ее галантный кавалер четыре часа говорили о любви, пока не перебудили весь замок. Часто под обложкой детских изданий «Красной шапочки Шарля Перо» можно встретить оптимистичный вариант, где шапочку с бабушкой извлекают из брюха волка бравые дровосеки, хотя подобная развязка присутствует не у Перо, а у братьев Гримм. У Перо же на самом деле все умерли, а волк торжествовал. Издатели, вопреки авторским правам, поберегли детскую психику. Если «Красная шапочка» пошла в народ в основном в оптимистической версии братьев Гримм, то Золушку предпочли все-таки французскую. И все по той же причине. Слишком уж кровавой вышла сказка у знаменитых братьев. Когда в семью Золушки заявляется гонец с туфелькой, вредным сестрам удается таки ее примерить, ради чего одна из них отрубает себе палец, а вторая – пятку. Однако обманщиц разоблачают два голубя. На этом злоключения сестер не заканчиваются. Если в повествовании Перо Золушка их не только прощает, но и устраивает их личную жизнь, и даже выдает замуж за двух знатных придворных, то у Гримм расправа над сестрами была неизбежной. Именно поэтому долгая сказка о Золушке неизменно ассоциируется у нас с Шарлем Перо. И вот уже более трех веков этот с виду нехитрый сюжет служит источником вдохновения и утешения миллионам женщин нашей планеты. Ведь в глубине души каждой таится надежда, что она найдет своего принца, несмотря на все жизненные неприятности. А я благодаря сказке «Красная шапочка» с детства уснила для себя, что не стоит гулять в одиночестве и там, где темно и опасно. Ведь все книги были написаны не просто так. Они либо показывают нам пример, либо как бы наталкивают нас на правильную мысль. Здесь я с тобой полностью согласен. В книгах всегда можно найти ответ на любой вопрос. Если ты в затруднительной ситуации, то стоит сесть и почитать книгу. По крайней мере, это успокоит твои мысли, и тебе будет проще принять правильное решение. Ну, а на какие идеи потолкнули книги некоторых представителей человечества и к чему все это привело? Прямо сейчас в сюжете «Утреннего кофе». Ни для кого не секрет, что все новое — это хорошо забытое старое. Но бывает и так, что гениальные идеи черпают из фантастических книг, а то и вовсе списывают оттуда целые изобретения. В книге «20 тысяч лья под водой» Жюль Верн подобно описал новый тип судов — подводную лодку. В те времена идея глубинного корабля только рождалась, и «Наутилус» стал воплощением технического прогресса. Его имя стало самым популярным среди субмарин. Из-за него верно стали называть «отцом подводных лодок». Рэй Брэдбери в свое время придумал самый популярный формат наушников на сегодня — так называемые «капельки». В нашумевшей книге «451 градус» по Фаренгейту он писал, в ушах у нее плотно вставлены миниатюрные ракушки, крошечные с наперсток радиоприемники втулки, и электронный океан звуков волнами омывал ее мозг. Роман был написан в 1950 году. Сами понимаете, какие в то время были наушники. Многие шахматисты, да и просто любители, знают метод игры Каспара Карпова. Но не все знают, что в повести братьев Стругацких «Полдень, 22 век» упоминается система Каспара Карпова. Но она заключается в снятии копии мозга и построении его математической модели. Произведение было опубликовано в 1962 году. Анатолию Карпову тогда было только 11 лет, а Гарри Каспаров еще не родился. Самая распространенная схема отмывания денег тоже была впервые описана в художественном произведении. В «Гоголевских мертвых душах» дана гениальная преступная схема. Главный герой покупал то, чего нет по факту, но при этом есть на бумаге. Отсюда берет начало современная практика левых заказов подрядным фирмам, когда деньги уходят за работу, которая выполнена только по документам. В романе «Генерейшн Пи» Виктора Пелевина впервые русский квас был противопоставлен Кока-Коле. После разведения двух напитков по разным углам ринга родился бренд «Никола» и слоган «Квас Никола, пей Николу». Впоследствии такая марка кваса действительно появилась в продаже. Читайте больше, и кто знает, может быть, именно вы придумаете новое чудо техники или вас посетит гениальная идея. Все-таки хорошо, что изобрели электричество, потому что читать при свечах, ну, совершенно неудобно. Во-первых, от свечи мало света, во-вторых, свеча оставляют повсюду в воск. Какой-то ты совсем неромантичный. Вот для меня свеча ассоциируется с романтикой, с теплом, с уютом. Но это пожароопасно. Это еще и красиво. Да, это же целое произведение искусства, которое, кстати, можно очень просто сделать своими руками и подарить прекрасный романтический вечер своей второй половинке. Дорогие телезрители, если Оля вас уговорила и вы уже горите желанием сделать подсвечник в домашних условиях, то обязательно посмотрите наш следующий сюжет. Наполнить свой дом теплом и уютом желания каждого из нас. Особенно красивым хочется видеть свой домашний очаг в праздничные дни. Создать особенную атмосферу помогут свечи. Зажженный фитилек обязательно принесет с собой комфорт и уют. А для того, чтобы свеча обрела свой неповторимый вид, ей тоже нужен свой уголок – подсвечник, который можно легко сделать своими руками. Сегодня мы будем создавать подсвечник из самой обычной баночки. Она может быть любую форму, размера, по вашему желанию. Для создания эффекта зимы мы используем термоклей, клейный пистолет и стержень. А также нам понадобится пленка самоклеящаяся «Аракал». Из нее мы будем вырезать наши шаблоны, имитирующие окошки. То есть они могут быть круглые, квадратные, прямоугольные. Ватка и спиртосодержащие вещество для обезжиривания поверхности стеклянной. Золотая спрей-краска, она может быть от любого производителя. И витражные краски с инструментом для росписи. Чтобы обычная баночка начала превращаться в зимний домик, понадобится специальный термоклей и клеевый пистолет, с помощью которого на будущем домике появятся ледяные наплывы. Мы окончили наносить наш лед с помощью клея. И сейчас мы обезжириваем поверхность баночки с помощью водки или спирта. Ватка, даем ей пропитаться. И аккуратно, держая изнутри баночку на пальцах, мы протираем ее тщательно. Не должно быть никаких отпечатков пальцев, никаких капелек от воды, никаких пятнышек и прочих прелестей. Теперь можно приступать к созданию будущих окошек. Для этого из самоклеющейся бумаги вырезаем шаблоны нужной формы и клеим их с двух сторон на наш ледяной домик. Для чего мы наносим наши шаблоны круглой формы? Поскольку мы в дальнейшем будем наносить спрей-краску, то она закрашивает всю поверхность. А нам необходимо оставить незакрашенные участки. Именно вот в этой форме мы и создаем наши шаблоны, которые клеятся сюда. То есть, когда спрей-краска высохнет, мы снимаем шаблоны, и у нас остаются незакрашенные участки стекла, которые мы в дальнейшем будем другим цветом закрашивать. Шаблоны наклеены, можем красить. Для того, чтобы подсвечник обрел свой цвет, мы используем специальную спрей-краску. Правда, здесь нужно помнить об одном важном моменте. Спрей-краска обладает запахом, и она достаточно токсична, поэтому наносим ее, работаем с ней, вернее, на открытом воздухе или на лестничной площадке, в крайнем случае на балконе. Опять же, поверхность, на которой мы будем работать, мы застилаем пленкой, потому что вокруг все будет в радиусе метра в этом материале. Как только высохнет краска, нужно отклеить шаблоны. Делать это следует аккуратно, с помощью деревянной шпажки, и тогда постепенно начнут проявляться будущие окошки. Следующим этапом в нашей работе будет создание контура по периметру этого круга. То есть мы создаем раму и внутреннюю перемычку нашей куклы. Контур готов, но на этом работа с окошком не заканчивается. Для того, чтобы оно заиграло особенным светом, нужно закрасить его стеклышки разными цветами и оставить, чтобы они высохли. После полной просушки, которая заняла от 12 часов и более, наш подсвечник готов. То есть наши стеклышки на импровизированном домике высохли, мы можем зажигать свечи. Вот так просто можно своими руками сделать необычный подсвечник, который станет украшением вашей праздничной композиции и обязательно порадует вас. Наша новогодняя композиция закончена. Теперь мы можем смело встречать Старый Новый Год. Я желаю всем успехов, счастья и процветания. Я иногда даже удивляюсь, как люди умудряются сделать столько прекрасных вещей, да еще так быстро. Некоторые все же так быстро, но никак не получится. Придется посидеть и постараться не на шутку. Но вот и сейчас о чем? Сейчас я говорю о гобеленах. Это ковры, которые делали и расшивали вручную. Я совсем недавно узнал, почему они так называются. Ну, поделись со мной и телезрителями. Хорошо. Дело в том, что первая мануфактура, производившая гобелена, была устроена в Парижском доме, ранее принадлежавшем некому гобелену. И что, все так просто? Ну да. Вот только с созданием их дело обстоит намного сложнее. Как же все-таки создать такой ковер, посмотрим прямо сейчас. Майя Петровна с юности занималась вышивкой, и поначалу это было просто увлечение. Потом замужество и место любимому баловству совсем не осталось. Сегодня большую часть своего времени она посвящает созданию вот таких невероятно красивых картин. Вот эту я работу делала в прошлом году. Она мне очень нравится. Здесь у меня все разные тематики, на все разные темы у меня картинки. Это вот Индианочка очень красивая. Княгиня Ольга. А это вот Котами я вообще балдею. Это вот розочка. Это дело позапрошлом году. Это тоже, наверное, позапрошлом году я делала вот эту. Несмотря на то, что не всегда получается правильно вести нитку, Майя Петровна с огромным терпением распускает и начинает все сначала. Говорит, радует результат. Ни одна картина не похожа на предыдущую. Это уникальные работы в единственном экземпляре. Картина «Иисус Христос и 12 апостолов». Девочка на работе вышла, ей дала схему. Она поставила в красивую рамку. Этой картины цены нет. У меня она смотрится очень просто, потому что рамочка маленькая. У Майи Петровны сейчас более 60 работ. И на каждую она тратит почти полтора-два месяца. Но только некоторые из них украшены рамками. Говорит, на остальные денег пенсионерке не хватает. У меня сын сейчас в Одессе я туда отвезла. Там, может, они рамки поставят. 12 работ у сына очень красивого, младшего сына. И имра подарила у сына картин. Соседям своим, самым таким близким подарила. Подруге своей одно и второе тоже дарила. Научиться делать такую красоту можно. Но для этого нужно терпение и еще раз терпение. Ведь труд вышивальщицы кропотливый. Холод. Санки. Гололед. Снежки. Мокрая обувь. Снежная баба. Хорошо. Простуда, насморк, ветер. Ёлки, подарки, гололед. Снег. Мы можем тогда бесконечности спорить о плюсах и минусах зимы. Все равно каждый останется при своем мнении. А вот и нет. В этих трех месяцах еще много хорошего и интересного. И я уверена, ты изменишь свое мнение после следующего сюжета. Зима чудесное время года, имеющее только два минуса. Одевание занимает много времени и слишком долго длится ночь. Но бороться с этим совершенно бессмысленно. Зато сколько замечательных радостных моментов можно отыскать в этих трех месяцах. Зима самое короткое время года. Хоть и длится на первый взгляд столько же месяцев, сколько все остальные. Но она короче на два дня. В худшем случае на один. Зима – веселое время года. Когда еще можно так отчетливо вспомнить детство? Поиграть в снежки, слепить снежную бабу, покататься на коньках, на лыжах и на санках. Почему-то именно зимой мы позволяем себе детские игры в полной мере. Зима – праздничное время года. Праздники у нас имеют странную тенденцию к удваиванию. Рождества у нас два и Новый Года тоже. Религиозны мы или нет, православные или католики, отмечание двухрождественских дней стало уже традиционным. Новый Год – это святое, но куда же без старого Нового Года? Зима – расслабляющее время года. Каникулы есть теперь не только у детей, но и у взрослых. И это радует. Зима – культурное время года. Как приятно ходить по культурным мероприятиям. Все театры в городе, а не на гастролях. Музеи открыты, кинотеатры работают. И что самое важное – в них тепло. Зима – уютное время года. Когда еще можно забраться с ногами в шестяных носках на диван, закутаться в мягкий плед, погасить яркие люстры, оставив лишь мягкий свет торшера, и погрузиться в чтение книги, когда за окном темно и холодно. Зима – самое красивое время года. Только зимой можно встать под желтым светом уличного фонаря, запрокинув голову, и взглядываться в неспешный танец пушистых снежных лопьев. Перед глазами открывается сказочная картина белых атыния деревьев на фоне пронзительного синего неба, а на ветках красными каплями висят ягоды рябины. Зима – оптимистичное время года. Откапывая с утра сугроб, под которым предположительно скрывается ваша машина, вы радостно уверяете себя, что этот труд не навсегда, что скоро будет лето. Когда еще вы можете ожидать окончания сезона с таким оптимизмом? Зима – плодотворное время года. На улице минус 10, идти куда-то невозможно. И вы остаетесь дома, начинаете творить, писать рассказы, вышивать бисером, а еще можно больше времени уделить детям. Зима – общительное время года. Все время вышивать гладью скучно, поэтому мы зовем в гости друзей, или сами выбираемся к ним. Зима – здоровое время года. Когда еще можно закаляться и тренировать свой иммунитет? Окупание моржей. Зима – экстремальное время года. Ничто так не объединяет и не радует друзей, как неожиданно крепкие морозы и внезапно затянувшиеся снегопады. Ведь пора ходить на лыжах. Зима так коротка. Не теряйте время, используйте его с удовольствием. Вот и все на сегодня. Сегодня для вас в студии утреннего кофе работали Ольга Яковенко и Дмитрий Доброхотов. Оставайтесь с первым Приднестровским. И впереди вас ждет много веселого, разного и очень интересного. Отличного вам дня, побольше позитива и до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!